Магаданская областная дума на рассмотрение вынесли законопроект о бюджете фонда обязательного медицинского страхования. Предложили увеличить основные параметры бюджета фонда на почти 100 миллионов рублей. При этом доход составит более 6,5 миллиардов рублей с ростом в 1,5%. Средства от неналоговых поступлений направят на финансирование, повышение квалификации медработников, ремонт и закупку оборудования. Межбюджетные средства более 32 миллионов направят на обеспечение территориальной программы ОМС. Данные средства направлены на увеличение заработной платы отдельным категориям работников. Впрочем, межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов других субъектов Российской Федерации на возмещение расходов, понесенных медицинскими организациями Магаданской области на лечение иногородних граждан, возрастают на 10 миллионов рублей. Расходы бюджета фонда вырастают на 1,5%. Финансирование медицинских организаций в общей сумме увеличит более чем на 80 миллионов. Почти 50 миллионов направят на финансовое обеспечение и медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара для болеющих коронавирусом. В муниципальном центре культуры мэр Магадана Юрий Гришан торжественно вручил паспорта юным магаданцам. Даниил Огурцов учится в седьмом классе, занимается лёгкой атлетикой уже 4 года. Этот вид спорта помогает ему не только в учёбе, но и в жизни. Молодой человек отмечает, в этот ответственный день он спокоен и уверен в себе. Несмотря на свой ранний возраст, молодой человек уже ставит цели на будущее. Ну, отучиться, до 11 класса обязательно дойти, получить образование и дальше уже поступить на мою специальность. Накануне Дня Конституции паспорта вручили 12 школьникам. Ребята не только отлично учатся, но и ведут активную социальную жизнь. Участвуют в различных акциях, побеждают в олимпиадах и спортивных соревнованиях. Мы сегодня в этом зале самые лучшие. Я рад, что мне предоставили честь вручить вам паспорта граждан Российской Федерации. Но то, что происходит сегодня, это, конечно, будет зафиксировано в вашей памяти и будете всегда об этом помнить и рассказывать, в том числе своим детям. В этот торжественный день юных магаданцев поздравила музыкальными номерами солистка Муниципального центра культуры Мария Челих. Всей душой люблю тебя, Россия, над тобой пусть светит солнце, Россия, за тебя всегда больно. За 2021 год недропользователями Колымы добыто почти 50 тонн золота и 615 серебра. На заседании правительства Магаданской области обсудили итоги промывочного сезона. Добыча серебра в сравнении с предыдущим годом увеличена на 80 тонн за счет введения новых месторождений. Достигнем рубежа 51 тонна золота и 640 тонн серебра. Ну и соответственно НДПИ, у нас налог на добычу полезных ископаемых по сравнению с предыдущим годом превысит ориентировочность на 600 миллионов. Поэтому достаточно существенный вклад в бюджет области именно наших недропользователей. В этом году золото добывали почти 100 предприятий. Основные компании – Полюс, Полиметалл, Павлик, Сусуман золото. Также некоторые компании добывают другие драгметаллы. Так, свинца получилось почти 5000 тонн, цинка – почти 6000, меди – около 420 тысяч тонн. На площади космонавтов специалисты комбината зеленого хозяйства заменили уличную библиотеку «Бери и читай» на новую. На днях было обнаружено, что действующая там библиотека была испорчена. У нее были вырваны дверцы, а стенки повредились. Виной этому либо ветер, ведь недавно прошел циклон и порывы ветра достигали до 30 метров в секунду, либо это граждане-вандалы постарались. Но факт остается фактом. Саму причину повреждения тяжело сейчас установить. Мы отслеживаем состояние этих уличных библиотек и периодически, при необходимости, производим их ремонт. В данном конкретном случае было принято решение заменить ее, потому что отремонтировать уже ее не представляется возможным. Поэтому, чтобы гражданам было удобнее ей пользоваться в данном месте, мы поставили много. Изначально на площади космонавтов летом прошлого года сотрудники вечернего Магадана совместно со специалистами КЗХ была установлена уличная библиотека «Бери и читай». Место было выбрано не случайно. Площадь космонавтов – достаточно проходимое место. Ее облюбовали как родители с детьми, так и некоторые политические движения. Плюс рядом находится серьезное здание, и журналисты думали, что их книжный домик находится под серьезной защитой и чутким присмотром. Но, видимо, ошиблись. Продержалась библиотека в сохранности полтора года. Напомним, первую в Магадане уличную библиотеку журналистов вечернего Магадана открыли в 2017 году. Тем самым дали старт появлению «Бери, читай». Спустя полгода их инициативу подхватили сотрудники «Карибу». Потом журналисты установили книжные домики в сквере за зданием СВЗ в автотеке, в сквере Болдырево, в городском парке и на площади космонавтов. Всего в Магадане установлено шесть уличных библиотек, но периодически все эти книжные домики приходят в негодность по разным причинам. Чаще остальных приходится ремонтировать библиотеки в сквере Болдырево и у ДК «Автотек». В Амсукчане поссорились два односельчанина. 33-летний мужчина не справился с эмоциями и начал бить 51-летнего оппонента. Бил он его сначала руками, а после взял деревянный стул и продолжил избивать им. Удары были сильными и смертельными. 51-летний односельчанин умер практически сразу. Для выполнения неотложных следственных действий на место происшествия выезжали следователи-криминалисты Следственного управления и Хасынского межрайонного следственного отдела, которые провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли следы преступления, а также орудия преступления. Кроме того, допросили свидетелей и выполнили иные следственные и процессуальные действия. Злоумышленник в ходе допроса вины не отрицал. Сейчас он находится под стражей, и ему предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И, возможно, ближайшие 15 лет он проведет в тюрьме. На данный момент расследование продолжается. Близится Новый год, а вместе с ним и покупка салютов. Приобретать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Перед покупкой нужно потребовать сертификат, а также проверить срок годности изделия. Обязательно стоит проверить целостность упаковки. Для продажи доступно три класса пиротехники – хлопушки, фейерверки и салюты. Третий класс считают наиболее опасным, поскольку радиус действия достигает 30 метров. После приобретения хранить пиротехнику тоже нужно правильно. Нельзя оставлять ее в подвалах, рядом с батареей или обогревателем и в сырых помещениях. Перед запуском нужно ознакомиться с инструкцией. Для исключения различных происшествий городскими округами определены 27 площадок для запуска пиротехнических изделий третьего класса. Что касается города Магадана, это район объездного шоссе, освещенный лыжной трассой. Такая же площадка есть на Уптаре в районе бывшего здания ЖКХ и в сквере в поселке Сокол. Площадки можно использовать до схода снега. Устанавливать изделие нужно на твердую поверхность, вертикально. Запускать салюты и фейерверки стоит на расстоянии вытянутой руки и ни в коем случае не наклоняться к ним. После использования нужно забрать и утилизировать остатки пиротехники. Если изделие не сработало, нельзя подходить к нему в течение 10 минут. Потом нужно залить водой на сутки и только после этого выкинуть вместе с обычным мусором. В помещении использовать пиротехнику нельзя. Также запрещено запускать ее с крыш и балконов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok